Что происходит с обменом железа во время ковида и постковида? Ну, я уже ответил, наверное, на этот вопрос в предыдущем ответе, да, я не могу вам сказать. Я не вижу дефицита железа, но мы, правда, всем подряд и не делаем такое исследование. Ферритин чаще все-таки, ну, во время ковида точно высок, очень редко он снижается, особенно в постковиде. Ну, иногда бывает, но не более того. Мы иногда видим просто железодефицит на анемию больных в постковидном периоде, ну, хорошо, ну, бывает. У них и диабет бывает, и гипертония бывает, но это вряд ли связано именно с ковидом. Поэтому я думаю, что пока рано что-то рассуждать на тему четкой связи обмена железа, каких-то специфических нарушений обмена железа во время ковида и постковида. За исключением того, что ферритин повышается. Но ферритин, понимаете, тоже интересная вещь. Ферритин, конечно, отражает запасы железа, но мы ведь меряем не в костном мозге, где нужны запасы там или где-то, а мы меряем ферритин в крови, то есть не в тканях. Поэтому тоже такая тема интересная, я думаю, что можно ее еще и поизучать.